Чемпионат мира Добрый вечер! Вы начинали свою танцевальную карьеру в Украине, продолжали танцевать в других странах. Вы уже знаете систему тренировок в разных местах. Скажите, какие перспективы украинских танцоров, учитывая их систему подготовки к соревнованиям? Перспективы будут в том случае, если ребята будут следовать системе какой-то определенной, и будет дисциплина, потому что очень много талантливых ребят, очень много. И только дисциплина поможет, чтобы проявить этот талант свой. Скажите, как вы считаете, какой сейчас уровень украинских пар на мировом, на мировой арене танцевальной? Очень высокий, потому что наши пары практически везде в финалах. Во всех категориях практически. Уровень организации турниров украинских? Вы знаете, я не на многих турнирах был. Этот турнир очень высокого уровня подготовки, и разные бывают, я уверен, но у меня небольшой опыт за последнее время, поэтому тяжело очень сказать. И последнее, что вы хотите пожелать нашим танцорам? Дисциплины, найти свои приоритеты, следовать этому, чтобы будущее было большим и успешным. Субтитры создавал DimaTorzok Вы видите, среди присутствующих в судейской коллегии президент Всесвітнього ради танцев Доні Бьорнс, в минулому 15-кратный чемпион света среди профессионалов, действующих рекордсменов Ниги Гиннеса. Также Карл Бройер, который был честным президентом Всесвітнього ради, и до этого был перед Доні Бьорнсом более 10 лет президентом. Станислав Попов, президент Російського танцювального союза. И очень много первых людей из таких стран, как Немеччина, Италия, Франция и Бату-Ильтин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вам уровень организации этого турнира данного в сравнении, например, с тем же Юкеем? Смотрите, уровень достаточно высокий. То есть этот турнир приятно, что он растет, развивается. По сравнению с прошлым годом он не утратил позиции, а наоборот, покрепил. И по сравнению с Юкеем здесь приятно танцевать. Здесь атмосфера очень добрая. Разные стены помогают. Это наш первый турнир по профессионалам на Украине. И очень приятно, что он проходит именно здесь. Кстати, по поводу профессионалов. Как вам танцуется в этой нелегкой категории? Вы знаете, танцуется легко. Да, танцуется намного приятнее, чем в Аматорах. Все-таки видно, что тебя окружают опытные танцоры, которые грамотно себя ведут. С ними комфортно находиться на площадке. Весь очень приятно. Какие ощущения у вас, когда вы танцуете, например, с теми же парами, которые занимают первые места на Блэкпуле, на Юкее? Вы знаете, только самые лучшие ощущения. Это всегда нас воодушевляло. Даже когда мы танцевали в Аматорах, каждый раз, когда мы находились рядом с более, скажем так, опытными парами, топовыми парами, все время заставляет держать себя в тонусе. Нет возможности танцевать лохом. Пытаемся делать такое лучшее сразу. Поэтому очень приятно. Скажите, как вам танцуются за границей, как вам танцуются здесь? И в сравнении, какие эмоции вы получили сегодня? Здесь больше ответственности, потому что это родные стены. Здесь всегда хочется показать свой лучший танец, потому что здесь приходят родные, как правило, близкие люди, друзья, и хочется показать свой лучший танец именно еще и для них. Не только за результатом гонимся, как это мы делаем, допустим, за границей. Мы любим просто танцы, и везде как бы приятно танцевать, что за границей, что у нас. Так что, не важно, какая площадка, главное, отдача. И еще один вопрос по поводу организации украинских турниров. Как вы можете оценить уровень? Когда новые соревнования, уровень становится все лучше и лучше. И если говорить про этот турнир, то нам очень сильно понравилась организация. Даже несмотря на задержку, все отлично. И хочется поблагодарить организаторов за турнир, за количество приглашенных пар, за содействие. В принципе, мы очень довольны этим турниром сегодня. Ну, не все мне турниры нравятся в Украине, но этот уютный зал хороший, организация тоже приличная, на хорошем уровне. Субтитры создавал DimaTorzok